Хуань Цушибая, Китай, Московские парки, новые изменения в визитной карточке города Худзиньян. Хуань Цушибая, Китай. 15 декабря 2019 года. Москва имеет славу лесной столицы. Говорят, что слово Москва первоначально пришло из славянских языков и означало сырое место. Недавно корреспондент Хуань Цушибая был в Москве для проведения интервью и, по его ощущениям, Москва – это не только город в лесу, но и внутри самого города повсюду находится леса. Так произошло главным образом потому, что здесь очень много парков, высаженных деревьями и растениями. Как визитная карточка города, московские парки тоже претерпели многочисленные изменения за десятилетия, прошедшие от Советского Союза до России. Парк Горького, Ностальгия и Молодост Мягкий знак во время разговора с журналистом из Хуань Цушибая об общественных парках и зелени в городе на лицах московских жителей читалась неприкрытая гордость. Площадь московских парков на душу населения занимает первое место среди 11 крупнейших городов мира. Несмотря на то, что время повсеместной застройки Москвы парками уже давно прошло, это совсем не означает, что старые парки Москвы, построенные десятилетия назад, разрушены. Напротив, в них по-прежнему кипит жизнь. Среди них самым представительным является знаменитый Центральный парк культуры и отдых имени М. Горького в центре Москвы. Парк Горького расположен на берегу Москвы реки и занимает площадь более 100 гектаров. Строительство было завершено в 1928 году. Поскольку неподалеку от парка расположен памятник Петру и, стоящему на палубе корабля, парк также является символическим местом Москвы. Наш репортер обнаружил, что после 1991 года это место является не только летним парком, усаженным дающими прохладную тень зелеными деревьями, но оно также соединяет в себе старое и новое. Одна часть парка представляет собой благородный классический парк прошлых веков, другая – современную площадку для шумных забав детей, одна половина парка – это район искусства, который имеет культурную атмосферу, а другая – зона для всевозможных активных мероприятий для молодежи. Местные жители рассказали корреспонденту Хуанцу Шибая, что хотя парк Горького является одним из московских парков, имеющих самую длинную историю, в последние годы в парке произошло много изменений, которые привлекают молодых людей. Например, в парке стало больше атмосферных кафе и ресторанов, имеется площадка для театра под открытым небом и даже бесплатная сеть Wi-Fi. Поэтому, когда наш репортер приехал сюда во второй половине дня, он видел многочисленную местную молодежь, которая занималась бегом или каталась на роликах по парку. Некоторые расселись по скамейкам и читали книги, наполняя воздух ароматом юности. По имеющимся данным, когда наступает зима, покрытый снегом парк Горького превращается в огромный каток и место для катания на лыжах. Более того, вне зависимости от времени года, когда вы прогуливаетесь по парку, вы можете встретить множество молодоженов, которые выбрали парк в качестве места для проведения свадебной фотосессии. Это уже стало своеобразной традицией Москвы, переходящей из поколения в поколение. По словам сотрудника Комитета по туризму города Москвы, недавно, в 2011 году, в парке Горького была произведена реконструкция. Помимо добавления современных развлекательных аттракционов, облик некоторых старых зданий также был обновлен, что превратило их в модные молодежные места Москвы, где собираются интернет-знаменитости. Например, недалеко от главного входа в парк Горького находится очень современное стильное здание, которое в настоящее время является самым популярным музеем в Москве, музеем современного искусства «Гараж». Это здание, построенное в 1960-х годах как традиционный советский ресторан, приобрело популярность неожиданно. Ввиду экономических и исторических причин, это бетонное сооружение на протяжении 20 лет стояло заброшенным. Благодаря инвестициям Дарьи Жукова и преобразованию известного голландского архитектора Рема Калхаси это здание площадью 5400 квадратных метров, где сохранились элементы советской эпохи, мозаичные стены, керамическая плитка и кирпичная кладка, превратилась в музей современного искусства, имеющий двухэтажное выставочное пространство, центр детского творчества, магазин и кафе. Основные темы большинства экспонатов и инсталляций музея посвящены любви к окружающей среде, привлечению внимания к загрязнению воздуха, воды, искусственным продуктам, промышленному загрязнению, разрушению человеком природы и другим проблемам. Также в музее иногда проводятся концерты джазовой музыки, популярной среди молодых людей. Поэтому сегодня гараж стал самым популярным культурным местом среди молодежи Москвы. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.